Посадочное в коллекторе, куда форсунки втыкаются, я продул. Убираю здесь тряпку и завожу форсунки на место. Вставил форсунки, их надо развернуть на 180 градусов, развернул форсунки, а то поставил неправильно. Все получается стоять на месте. Теперь прикручиваю саму рампу. Пока я не подтягиваю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наживляю сбоку также болты. И наживляю болт на коллектор. Продолжение следует... Я его вставить вставил. Только подкрутить. Маленько поджал. Теперь подтягиваю вот эти болтики. А, сейчас у нас уже отцентровано получилось. Затягиваю нижнее. Теперь можно протягивать. И затягиваю болты сбоку. Одеваю разъем топливный. И защелкиваю фиксатор. Одеваю разъем топливный. Абрик. Используйся. Используйся. Абрик. это можно снять сбоку я подтяну вставляю эту штуку и цепляю разъемы проводку скидываю 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 я скидывал ошибки у меня нет поэтому сейчас запускаю да и поработать какое-то время до того момента пока не выскочит новая ошибка а потом уже посмотрим что там будет запускаю двигатель так так а Продолжение следует... Все равно трясет двигатель, но ждем, ждем по ошибке, засветится ошибка и его уже будем смотреть. Трясет и колбасит, но ошибки пока нет. Пусть поработает. Сам удивлен, машина работает уже больше часа. Видно, что ее трясет. Неустойчиво работает. Я уже даже пробовал вплоть до того, что снимал форсунку. Снимаю первую, снимаю вторую. Да, первый цилиндр нормально не работает. Он работает еле-еле. Сейчас покажу. Вот он, без первого цилиндра. Практически ничего не изменилось. Стало чуть-чуть похуже. Но сниму сейчас любого другого цилиндра. Заметно меняется работа. Все, двигатель нормально не работает. Просто компьютер сам обороты подкидывает. Вот третью снимаю. Выравнивает. Варийный режим не ходит и все. Но самое забавное, за эти там час десять чек не загорается, не высвечивается. Надо покататься. Уже и так, и так ее гонял. Не хочет чек загораться. Обороты все равно плавают по тахометру. Но чек не светится. Ну и по выхлопу. Кстати, удивительно, но выхлоп чуть получше стал. Чудо не произошло. Выкручу сейчас свечку. Поставлю. Покажу новый приборчик. Новую камеру мне подарил товарищ. За что я ему благодарен. Сейчас покажу ее. Глушу двигатель. Дам ему маленько остыть. Откручиваю крышку. Поэтому. Откручивая. Когда он пометил. Показывает. Ухлоп. И снимаю катушку с первого цилиндра. Сейчас маленько подостынет, свечу выкручу. Вот такая вот камера, видеомастер, даджет, маркировка, ее идет МТ1089, именно даджет. Здесь в комплекте и зеркало идет, но то, что она сразу с монитора. 2,3 дюйма монитор TFT, водонепроницаемая, подсветка многоуровневая и цветной дисплей. Вот такая вот хорошая штука. Эдвард, огромное спасибо за такой сюрприз. Это очень приятный и нужный подарок. Двигатель маленько в стул. Беру свечной ключ на 16 и выкручиваю свечку. Состояние свечи. Она просто в нагаре. А свеча новая. Прошла немного. А я, наверное, все-таки для сравнения, еще второй цилиндр сниму. А я, наверное, все-таки для сравнения, еще второй цилиндр сниму. А вот свеча второго цилиндра. Для сравнения, первого и второго. Ну что, достаю камеру. И вот зеркало здесь. Стой. Торого. Играет. Сукук. Играет. 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 Додушевый. Играет. Ну и подсветка здесь меняется, это не подсветка, а именно яркость самого экрана, вот так среднее сделаю, а вот подсветка камеры. Попробую. Цилиндр весь в нагаре, не цилиндр-поршень, но это вот первый, а это вот второй, здесь гораздо меньше. Так, у меня получается, первый цилиндр выше находится. Одеваю зеркало, вот зеркало одел, сейчас попробуем посмотреть в зеркало. Больших царапин я на гильзах не вижу, а вот верхняя часть, головка клапана, все в нагаре и все в масле, вообще все в масле. Не было проблемы, купила баба порося, а вернее подарили бабе порося. Когда одевал зеркало, зеркало здесь крепится втулкой на камеру. И вот сейчас благополучно в камеру вот видно. так, сейчас я приближу, вот здесь сейчас слева вон оно лежит зеркало, а рядом стоит втулка. так, сейчас камеру подогну маленько. Вот хорошо видно мое зеркало, оно теперь лежит в цилиндре. и на поршне, вот они на поршне, какие-то задиры, что за задиры, понять не могу. но, может быть это отсвечивает по кругу, может быть, вот эти, что это такое возле зеркала. Вот сейчас еще предстоят танцы с бубнами. Как достать теперь эту втулку и это зеркало? Когда еще одевал втулку на зеркало, подумал, а если сорвется, что делать, как доставать. Ладно, танцую и ловлю. Ну, а не поймаю, буду снимать головку, что делать. Вот так вот. Два часа танцев и бубнов, чего я только не делал. И тонкой проволокой пытался сделать крючки и засунуть, поймать, и зажим вот такой использовал. Вот такой зажим, он гибкий, с прихватом. Его подсовываешь, ничего не получилось, ни им, ни другим. Пробовал уже и вакуумом подцепить, не получается. Уже помыл там цилиндр. В итоге я вытащил. Вот она втулка, которая держит зеркало. А вот оно зеркало. Вот зеркало. Объясню сейчас, как оно держится. Но, кто приобретет такую камеру, будьте аккуратны. И не используйте эту втулку. Втулка широкая. И она, когда вытаскиваешь, цепляется за край головки и слетает даже ощущение. Почувствовать не получается усилие. В итоге, что я сделал, как я вытащил. В комплекте идет еще вот такой крючок. Этот крючок, опять же, он тоже фиксируется втулкой. Я его зафиксировал изолентой. Крутил, вертел. Сначала втулку подцепил, смог вытащить хорошо. Удачно подхватил ее. Вот так она зацепилась. Все, я ее аккуратненько вытащил. А потом уже с зеркалом. Вот с зеркалом, конечно, повозился. Но, когда смог его подцепить вот за это место, тоже всяко-разно его крутил. Вот так зацепить смог, только потом вытащил. Ну, по крайней мере, с изолентой на камере держится очень хорошо. Ну, заодно сейчас вымыл цилиндр. Вот так вот. Не используйте такую втулку. Вот здесь вот отверстие. В это отверстие вот этим крючком, изгибом вставляется. Опять же, что там использовать будете. Ну, в данном случае с зеркалом. На втулке есть вот прорезь вот такая вот. Ну, вот она задвигается. Вроде бы держится, вроде бы нет. Но, когда потянул, втулка стягивается. И все. Ну, ладно. Это опыт. Что сделать? Еще попытка. Камеру уже изолентой примотал. Зеркало камере. И хочу показать. Масло в первом цилиндре аж течет по стенкам, по гильзе. Вот он, откуда весь расход. Просто течет. Вот. Где же перебои не будут. Его закидывает маслом. Он. Вот. Если. Так. Прямо подтек. Вот он. Масляный подтек. Так. Вот они. Капельки масла. Все это течет. Вот. Второй цилиндр. Это. Резьба. Свечная. Вот. Второй цилиндр. Это. Никаких подтеков нету. Чистая. Стенка. И чистый клапан. В любом случае надо разбирать и смотреть. Попробую убедить хозяина, что это либо голова, либо поршневая. Хотя тут сто процентов поршневая, а не голова. что-то с поршнем случилось. Ладно. Ставлю на место свечки. Свечи меняю местами. Почистил маленько. Из первого цилиндра ставлю во второй. Свечи новые были. Сейчас она проработается. Ну, сделала себе задачку по ловле. зеркало из цилиндра. Ха-ха. Ха-ха. Ту-вы. Солим. Ту-вы. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. На этом все. Попытка поменять форсунки и попытка заглянуть в цилиндр закончилась. Всего вам доброго.